Красоточка гулять пошла. У нас время 3 часа. Решила прогуляться у моря, да и вообще 10 тысяч шагов никто не отменял. У меня не до норма. То есть в феврале я норму перевыполнила чуть ли не в три раза. А в марте мало гуляю, но если уж вышла, так вышла. У нас ветер. Я вкусно покушала. Наши шлычки. Мы собирались с нашим домом, с соседями. Не поехали, что-то все молчат в чате. Но я тоже писать не стала. Думаю, они люди семейные. Если они захотят что-то организовать, мне быстрее собраться. А чтобы они, например, чувствовали себя как-то обязанными поехать, ну, думаю, ладно, в другой раз поедем. У меня, если честно, после вчерашней уборки, которая у нас была в нашем жилом комплексе, болит все тело. Ноги болят. Вот тут вот прямо вот ляжки болят. Икры, голень болит, спина болит. Поэтому сегодня нужно отдохнуть, провести хорошо время. Малыш мой, ну и тортик, сейчас в пути. Возвращается из Анталии в Аланьо. Написал, что мне сообщил, что экзамен сдал. Нормально. Больших ожиданий у него по поводу не было, но он все выполнил. То есть он своим результатом доволен. Хорошо, что съездил. Сейчас они едут обратно, короче, на Бла-Бла-Каре. Я говорю, скоро буду в Аланье. Я говорю, ну все, отлично. Я думаю, пойду тем временем прогуляюсь. Маловероятно. Хотя, нет, в принципе, не так я говорю. Вероятность есть, что мы увидимся вечером. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Ух ты. Нужно прогуляться. Я планирую дойти до 22-го пляжа. У нас ветер и похолодало. У нас ночи стали прохладные. Ночью, пардон. 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 Ну, вот, понимаете, у меня нет мелких купюр. Я ей 200 лир не дам. У меня нет мелких купюр. Очень много людей, которые просят денежки. Потому что я уже думала иметь какие-то вот 20 лировые, 10-20 лир. Жалко. Вот они вызывают сочувствие, но я не открою кошелек и не отдам ей 200 лир. Сегодня примерно 17-16 градусов и ветрено. Ощущается, может быть, градуса на 2 поменьше. Наверное, из-за ветра. Но март всегда был такой более прохладный месяц, чем, допустим, февраль. Всегда. Вот я третью зиму здесь уже. Я немножко вам поснимаю море. Я знаю, что вы давно его не видели. Я не знаю, мне кажется, это море лучше всего успокаивает, знаете, на какой-то вот на правильный ритм, что ли, наводит. У меня же тут случилась, короче, одна ситуация. У меня заблокировали сим-карту МТС. Видимо, я ей последний раз пользовалась в декабре, когда была в Турции. Ой, когда была в России. И спустя 3 месяца я не совершала ни одного платного действия, в том числе и не пополняла баланс. И у меня пришло сообщение, что я отключена. То есть меня отключил оператор. Я звоню Виталичке. Не звоню, голосовое пишу. Я говорю, Виталик, проверь, пожалуйста. Это, ааа, не так было, не так. Он мне написал сообщение о тем, что доброе утро, прекрасно, Инна, там, сюда, сюда. Я говорю, Виталик, к черту телячьей нежности, срочно займись делом. Позвони мне с обычного телефона на мою сим-карту. Он мне позвонил. Он просто в эту минуту оказался у меня тут как тут. На ловца и зверь бежит. Я говорю, просто позвони мне сейчас. Он говорит, оператор отключен. Я думаю, ну, ё-моё, оператор отключен. Думаю, ладно. Отключен оператор. Я говорю, звони этому. Звони оператору на 0890, на внутри сервисный номер. Он звонит. Говорит, баланс положительный. Я говорю, я вчера, после того, как я узнала, что у меня сим-карта случилась, я положила там какую-то небольшую сумму денег. Он мне звонит снова. Дозвониться не может. Оператор ему подтвердил, что возобновили моё обслуживание. Я, короче, такая говорю, у меня, наверное, баланс небольшой на карте. Скорее всего, баланс небольшой, поэтому для меня не могут дозвониться, потому что я же как бы за границей нахожусь. Вот тут же мне кладёт 200 рублей, пополняет мой счёт и звонит мне. Такой говорит, ну и всё, сейчас у тебя могут дозвониться. Я такая говорю, маша-ла, маша-ла, как хорошо. Как хорошо. В общем, Виталичка мне здорово помог. Спасибо Виталичке. Ну, это мистер ВВ, который. Да, ветерок не очень, так знаете, не очень комфортно. Кожа обветривает, губы обветривает. Ну, ничего, гулять тоже надо. Мои хорошие, тут, видимо, что-то происходило. Вот эти вот ограждения стоят. И вон там стоят ограждения. И вот тут стоят собранные. Слушайте, что-то происходило. Сейчас предвыборные вот эти вот всякие акции проходят. И становится, знаете, некомфортно гулять. И тем более людей на улицах много. Выводят на митинги. И, знаете, в наше сложное время нужно избегать таких вот всяких сборищ людей. Что-нибудь рванет, не дай бог. Очень ожесточенная борьба идет в Аланье. Очень ожесточенная борьба за пост мэра. Звучит азан. Как прекрасно. Небо красивое сегодня очень. Жизнь продолжается. Вот так вот идешь по улице. Народ, дети, люди. Звуки азана. Всегда, знаете, приятно вот это вот. Становится спокойнее, знаете. Светлана Валерьевна купила крестик за 28 тысяч рублей. Съездила в Норрис. Она же накануне потеряла крестик. И очень по этому поводу печалилась. Сегодня я с ней утром разговаривала. Она говорит, насмотрела крестик за 18 тысяч. Я говорю, ежед покупай. Сразу же ей 20 тысяч перевела. Она поехала с Таней. Выяснила. Танька говорит, какой ты не солидный. Бери этот. Купила за 28. У него плюс какие-то бонусы еще были 30%. Так, крестик стоит там 30% дороже. Но в итоге я еще 8 тысяч ей перечислила. Так что вот так вот. Сделала подарок маме. Красивый крестик. А, сейчас покажу. Сейчас на телефоне она мне вышла фотку. Так, вот. Вот фото крестика. Вот, какую маме купила. С фианитами, что ли? Сказала, что пойдет в... Пойдет крестик уже освященный. Какой-то завод их изготавливает. И тут же освящает. Но в церковь пойдет, все равно батюшке даст руки, чтобы он прочитал молитву. Я говорю, все отлично. Носи с удовольствием. Тут же опять начала какую-то фигню нести. Я по телефону говорю, сколько не достает до крестика. Она говорит, я 8 тысяч добавила. Я говорю, я тебе сейчас их пришлю. Нет, не надо. Она мне прикинь, что говорит, у тебя у самой денег нет. Я говорю, в смысле, блядь, денег нет. Успокойся, говорит, сейчас, блядь, наговоришь нахуй своим языком поганым. А я опять на нее рявкнула. Пишет мне сообщение, не обижайся на меня, дорогая, я тебя люблю. Хули ты, блядь, своим языком нелишь, любишь ты меня. У тебя у самой денег нет, прикинь. Вот с чего она, блядь, это взяла, я вообще не могу. Я говорю, ты, может, мечтаешь, чтобы у меня их не было? Бесит, блядь, я вообще не могу. Думаю, ладно, тебе важно, короче, спасибо, мне нравится. Когда она покупала часы, я ей дарила же на день рождения часы золотые, она говорит, у меня остался купон, и он бессрочный, на 30% на следующую покупку. И она им воспользовалась сейчас. Я говорю, никакой ерунды не надо выдумывать. Если уж я подарила, как бы, на кресте в деньги, то я добавлю остатки, что ерундой заниматься. Что-то у меня будет только половина крестика, что ли, или что, или две трети. У меня есть деньги, да, сейчас я деньги буду копить на налоги. Нужно платить налоги. Два года льготного периода кредитования у меня закончились, и сейчас нужно платить налоги по полной программе. Сейчас коплю деньги на налоги. Видно, что сезон приближается, народу становится больше на улицах. Хоть, в принципе, знаете, я сейчас говорю не про народ, это же турки в основном ходят. Сегодня просто воскресенье, сегодня просто выходной день. У меня сегодня было маленькое задание. Ну, как, я поздравляла одного парнишку, у него завтра день рождения. Я записала видео поздравления и пошла гулять. Я думала, если честно, что время 3 часа, да я как-то потерялась в прострации. Оказывается, время это 4 часа уже. 4 часа. Оказывается, оказывается. Элит-ресторан открылся. Пройдите вдоль моря. Покажу вам атмосферу. Давай по мне еще проедь. Сама себя, знаете, маленько позабавлю. Что да как происходит. Нельзя выходить из ритма, знаете. Унынию давать. Нельзя унынию держать вверх. Страшные события происходят. Кстати, кстати, вы видели, слышали, вернее, песню шамана. Реквием называется 2203-24. Вот именно посвященную вот этим событиям в Кропус-Сити-Холл. Она сегодня вышла. И я уже ее во вкладке сообщества закрепила. Очень красивая песня. Просто, знаете, вот душа разрывается. Да, это так. Шаман уже подмутил песню. Он талантливый парень. Что? Это из души идет. Понимаете, эти слова идут из души. Если ты талантливый, если у тебя студия звукозаписи рядышком, это же быстро. Это же быстро все сделать. Народу много у моря. Тут что-то ремонтируют. Котики идут. А те, кто... О, так, тут все завалено. Здесь пойду. Те, кто приехали, они, конечно же, ходят в шортах. А мы местные, мы ходим одеты. Море сегодня, я посмотрела, высоту волны 0,1. Два корабля, да, сгорело. Знаете, ждал новости в Аланье. Идет, да, такой красивый, пешко в руке. Ну, разве ты мусульмане? Музыка играет. Море очень красивое. Да, и ветерок есть, конечно. Вдоль моря сидит народ. Ну, я повторяю, что большинство-то это местные. Вон там, сейчас привлечу камеру. Все в куртках, потому что реально холодно. Реально холодно. В спокойствии не посидишь. Я пойду прогуляюсь вот так вот, вот так вот, вот так вот. И до конца, вот до туда, прямо вот, до 22-го пляжа. Чистые кроссовки надела. Зафиксирую то, что я подошла к 22-ому пляжу. Смотри, какая, да, стройненькая, какая красоточка, да, такая. Оп, 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 оп. Ну, примерно вот так вот проходит выходной в Турции. Воскресенье это единственный выходной день. Поэтому все стараются выйти на прогулку, на прогулку к морю. Ну, я вам ответственно заявляю, что вот у моря самое большое количество народа вообще из всех возможных. Тем более, вот самое большое, вот даже вот на этом, на этом, как сказать, участке. Здесь и дети играют в спортивные игры. Родители с коляски, ну, такое, знаете, досуговое место. Баскетбольные, теннисные корты здесь. Там дальше уже, знаете, поспокойнее. У меня под низом плотная желтая футболка. Ее немножко видно, а воротник торчит. Ну, как бы это не суть. Главное, чтобы ничего не поддувало. Я хотела розовую надеть, вот точно такого же цвета, с рукавом 3 четверти, но она не просохла. Я хотела, чтобы ее было аккуратно, ничего не видно, но она не просохла. Рукава мокрая, как-то я ее развесила, что ли. С балкона даже белье не собрала, вчера постирала, не собрала. Только мне высохла еще. Птички поют. Народ гуляет. Я иду вдоль моря. Уже в районе... Слушайте, я даже не знаю, какой пляж номер. Может, пятнадцатый? Может, пятнадцатый? Не знаю. Новое построили вот это вот сооружение. В Тосмуре кафе сгорело. Буквально вот дня три-четыре назад. Как они? Парашюты, да? Там вдалеке. Может быть, мы увидим с вами их. Дойдем поближе, когда, может быть, они как раз будут садиться. Шезлонги расставили. Может быть, у вас бликует на камеру? Если честно, то я не особо вижу, потому что я в солнцезащитных очках. И у меня экран... И у меня экран горит... Я пытаюсь сохранить батарею, потому что у меня всего лишь 27%. Как обычно, вышло из дома, у меня все разряжено. И я поубавила яркость экрана. Так что вот на солнышке убавленная яркость экрана. И учитывая то, что я в солнцезащитных очках, вообще ни хера не вижу, что снимаю. Но надеюсь, что кадр получается красивый. Надеюсь. Да, ветерочек, конечно, все портит. Без ветра было бы комфортнее на улице находиться. Тут, конечно, не поспоришь с этим. В Турции все больше и больше собак появляется. У нас в Алании, слушайте, я три года назад приехала, вообще ни одной собаки не было. Вот я вам серьезно говорю. Сейчас собак великое множество. Великое множество. Не потому, что турки полюбили собак. Конечно же, я в это даже не верю. Мне кажется, это наши собаки. То есть наши, которые держали, просто они вот уехали и не смогли их с собой забрать, и они вот ходят по улицам. Потому что многие собаки породистские, видно, что прям дорогие. Очень часто объявления попадаются в социальных сетях, через блогеров аланийских. Пытаются, как новостные паблики, вот такого плана, как Алания, Сонда, Кика, прям пишут. Сейчас уже реже, но раньше писали вообще очень часто, что уезжаем, не можем забрать с собой котика-британца. Уезжаем, не можем с собой собрать там собачку такую-то породы. И очень часто было. То есть, чтобы посадить на самолет и вывезти, нужно ждать какой-то анализ. А, как правило, если отказывают в виде нажительства, то на выезд дается 10 дней. В эти 10 дней просто человек не может уложиться, сделать все бумаги. И люди вот с чистой совестью, с грязной совестью оставляют собак, кошек. Если не нашли там какой-то дом им, на улицу все. На улице, да, такое, представляете, такое бывает. Причем даже не бывает, а очень часто. Одно время это было вообще крайне просто поголовно. Вот эта вот бабочка с крылышками, она возле какого пляжа? Прикиньте, я чуть ли не учить перестала. Раньше ярлыки были на пляже. Вот сейчас где они? Номера. Вот это вот кафе для учителей. Я не знаю. Говорю. Представляете, что мне говорить? По-русски говоришь, я так говорю, да ты по-русски не говоришь. Откуда ты? Я говорю, что тебе, что нужно, какой вопрос? Я у меня просто вот начинает эта вот глупость раздражать. Какой вопрос? Ты куда сейчас идешь? Я такая говорю, туда иду гулять. Ты где, зар, типа, вместе? Я такая говорю, нет, нет, нет. Почему? Потому что я хочу одна идти. Ну, что точно не с тобой? Вот эта вот навязчивость, ну, это вот просто вот эта вот тупость. О, я не могу. Это жесть. А что она говорила? Я забыла. Я забыла, что она говорила. Сбили меня смысл. Пить хочу. Вот пить хочу, да. Слушайте, я никогда не замечала, что это за хвойный такой кустик и цветет синенькими цветочками. Да так красиво, слушайте. Такие сиреневые. Посмотрите, он как выглядит. И он находится прямо вот на Клеопатре. Слушайте, он так выглядит потрясающе. Что это? Во-первых, они такие упругенькие, они колючие. Нет, вот эти вот мягонькие, колючие. Он натуральный, то есть он не искусственный. Пчела села на цветочек. Слушайте, какой красивый, а? Я вам, честно, слово говорю, я не замечала его. Для парашютов самая то погода. Прям лётная-лётная. А вот для прогулок не очень. Я прогулок не очень. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Прикиньте, я даже не знаю, какой это номер пляжа. Я не знаю. Ну, какой-то, да? Какой-то. Ну, до 22-го я точно дойду. И обратно. Какой-то, да? Милый. Милый. Глазки здоровенькие, такой чистый, как статуэточка. Очень приятно посмотреть на такого. Такой, да? Милаш. Шёрстка чистенькая. Какой хороший. Спортсмены. Ещё спортсмены. Ещё бегут, разговаривают. Пока мы тут с котиком стояли. Ого, сколько мужиков. Куда вы бежите? Куда? Куда вы бежите? Спасибо. Можем, говорит, вас взять. Нет, ребят, спасибо. Я уж как-нибудь до 22-го пляжа, потом обратно. Пешком. Не бегом. Вам должно быть видно, да, вот эти вот прутики. А в вечернее время они горят. Так красиво. Зелёная, типа ёлочка. Я дошла до... Как он? Не Ока-бич. Не Инви-бич. Как же он называется? Пальм-бич. Да, Пальм-бич. Там какая-то тусовка проходит. Дошла до 22-го пляжа. Сейчас разворачиваюсь и иду обратно. Так. Надо с Софии будет сходить сюда. Сейчас, сегодня там какое-то мероприятие проводят. Я видела в афишах. Музыка долбит. Девушки с детьми. Ой, пускай, пожалуйста, пускай. Я вот такие мероприятия, знаете, особо не люблю. В том плане, что... Когда много людей, да ну нафиг. Каждый вечер возле администрации города в честь Рамазана проходят концерты. Как-то по первости я ходила, и как-то даже мне нравилось. А вот сейчас просто даже в вечернее время даже заставить себя не могу туда пойти. Мне кажется, она умрет сейчас. Вот куда бежит, она еле двигается. Мы с Артемом всегда поражались. Идем, говорит, вот ты посмотри, она прям даже идти не может. Не то, что бежать. Все равно бегут. Вот эти вот свои суставы уже все источат. Ну это же вообще... Иди просто пешком. Что-то хотела сказать. Наверное, буду заканчивать. Прогулялась хорошо, прогулялась отлично. Немножко отвлекла себя от мыслей. От неприятных. Море, конечно же, успокаивает. Конечно. Очень. Для меня море, вы знаете, это прям вот лучшее вот... Ну вообще лучшее все для меня море. Ну как вот нет? Вот гляньте. Ну вот как нет? Вот просто лучшее все. Как клево, а? Как клево. Лавочки такие стоят. Гляньте, как хорошо, да, придумали? О, цветочки. А ну, гляньте. Весна-весенняя. Лавочки, да так садишься и смотришь на море. Конечно, красота, конечно. Жить в такой зелени. А вот этот мужчина, он всегда сидит... Он чивас попивает? Всегда он у него чивас попивает. Вообще всегда. Артемка, мое видео посмотрит? Артем, короче, этот чувак, он всегда вот в своем вот этом грузовичке маленьком, всегда под пленкой, всегда в феврале, мы так удивлялись, в феврале было же очень жарко. И ветра не было. И он всегда сидел вот в этом своем грузовичке, и у него всегда чивас, всегда. Он сидит там попивает. Это о том, знаете, что в Турции не пьют. Ага, не пьют. Заухо льют. Конечно, не пьют. Еще как пьют. Еще пьют так, что вам даже не снилось. Вот не вижу, что-то я в парашютах, ничего не приземляется. Это вот это вот у них. Параплайдинг. Как? Правильно я говорю? Параплайдинг. Могу ошибиться. Какие, да, ноги загорелые. Красота. А вот здесь я снимала в прошлый раз столько птиц было. Такое чириканье. Как раз было такое насыщенное движение. Машины тут ездили, и даже птицы заглушали его. Да, парашютов что-то нет. Буду заканчивать. Доброго дня вам, мои дорогие. Прекрасного настроения. Давайте не поддаваться панике. Будем вместе. Переживем обязательно все плохие моменты. Дай бог, чтобы у нашей страны были только лучшие моменты впереди. Дай бог. Обнимаю вас, целую. Всех благ. Пока. Пока, котики. Пока.